Тумсо, ты, если вдруг станешь президентом в какой-то стране, будешь скрывать свою семью, как сейчас, или будешь народным и открытым президентом, и как ты относишься к тому, чтобы жена стала первой леди? Тумсо, твое мнение о запрете книги Сахиха Аль-Бухари в переводе от Нирш, где ты читал или слышал, что там ваххабитское, что-то такое, астаху и ла. Абсолютно право, я тебе скажу, что вообще весь Сахиха Аль-Бухари абсолютно полностью ваххабитская книга, потому что то, что называют ваххабизмом в России, это как бы истина, это истинный ислам, поэтому весь Сахиха Аль-Бухари ты можешь смело назвать ваххабитской книгой. Тумсо, Чараи на госуровне отмечали 200-летие имама Шамиля, там был и Масхадов, и Муфти Кадыров, получается, для властей Чараи имам Шамиль был героем. Ну, для Кадырова не знаю, для него может быть и был, для Масхадова точно не был, потому что у Масхадова есть очень жесткие слова про имама Шамиля, поэтому из них мы можем однозначно сделать вывод, что героем он для Масхадова не был. То есть у Масхадова по имаму Шамилю было мнение гораздо жестче, чем у меня, если я его считаю, просто не считаю его героем, то Масхадов там более жестко о нем высказывал. Люди, давайте про имама Шамиля не будем, мы уже эту тему не раз проходили, ну, разные есть мнения по поводу этой личности, и они могут быть как бы разными, в этом нет ничего страшного. Наше братство не должно строиться на отношении к имаму Шамилю или кому бы то ни было в другом. Кроме, кроме, как посланника Аллаха и его сахабов, да будет доволен Аллах и да будет доволен Аллах всеми сподвижниками. Поэтому это самая основа, не забывайте, не забывайте то, за что боролся имам Шамиля, не то, какой у него был конец, он сдался или нет, боролся он за правильные идеи, давайте объединяться на этом. Как ты считаешь, что людей вроде Ямадаева перетягивает на сторону врага, вроде был героем, значит смелость и отвага была, так куда это все девается в итоге? Есть такой хадис посланника Аллаха, что человек может на протяжении всей жизни совершать деяния обитателей рая, а когда ему до рая останется сколько-то локтей, то есть расстояние с один локоть, кажется, вот так, ну в общем останется совсем чуть-чуть, до рая он окажется в аду. И человек может всю свою жизнь совершать деяния обитателей ада, а когда до ада ему останется вот это чуть-чуть расстояние, локоть или сколько-то локтей, то он окажется в раю. Вот я думаю, что с этими людьми как раз работает именно этот хадис. В какой-то момент они не смогли сделать правильный выбор. Аллах испытал их, кого-то Аллах испытывает какими-то трудностями, кого-то наоборот богатством, деньгами, кого-то родственниками, потери этих родственников. И вот кто-то не выдерживает, он может всю жизнь совершать деяния обитателей рая, грубо говоря, или как достойные вещи какие-то смелые вроде, да, но вот в какой-то момент, когда он будет испытан чем-то, либо трудностями, либо наоборот деньгами, богатствами, он не выдержит. Вот эти люди тоже не выдержали испытаний. То, что ты, если вдруг станешь президентом в какой-то стране, будешь скрывать свою семью, как сейчас, или будешь народным и открытым президентом, и как ты относишься к тому, чтобы жена стала первой леди? Для нас это, в принципе, как бы не актуальная тема, потому что у нас не принято с женами где-то ходить, и там семью показывать на показ, выставлять на показ. Хотя, если, допустим, этого требует регламент, скажем, то в этом нет никаких проблем. Но вот то, что принято, допустим, у западных, да не только в западных, в западных, даже в восточных каких-то обществах, показывать, появляться на публике и так далее, держаться за руки, допустим, у нас это, в принципе, в менталитете такого нет, понимаете? То это не из-за того, что мы боимся там семью показать, или у нас какие-то там скелеты в шкафах, не из-за этого, а потому что оно не принято, это некрасиво. Поэтому, конечно, нет, я бы, будучи не то, что президентом, а каким-то... Ну, даже будучи блогером, даже я этого не делаю, да? Но это не значит, что если будет какая-то ситуация, когда надо, например, встреча, на которую нужно прийти с семьями, например, не значит, что ты туда не можешь теперь семью взять. Конечно, в этом нет ничего. Главное, чтобы ты в соответствии со своим этикетом, с правилами, обычаями своего народа, ты ввел себя в соответствии на публике. Политика Совка и была направлена на то, чтобы Кавказ не был готов к этому. Кремль уверенно поддерживает эту систему. Ну, для них это, конечно, выгодно, безусловно. Но, видите, вне зависимости от того, в чем первопричина этого, это сегодня статус-кво. Вот такая ситуация. И это надо понимать. И если ты пытаешься потушить пожар другим пожаром, другим огнем, да, ну, может быть, где-то в каких-то ситуациях это и сработает, у нас это не сработает. Не работает это так. Нужно, понимая, в каком положении мы находимся, из этого действовать, не раздражать других людей, другие народы, не раздражать, а наоборот пытаться максимум, понимаете. Есть у нас, допустим, стремление к свободе, к освобождению. Да, есть. Но можем ли мы теперь, из-за того, что мы считаем, что это общекавказское, теперь можем ли мы за черкесов, за балкарцев решать, как они будут освобождаться, у них там что-то, какие-то предпринимать меры и так далее. Ну, нет, я считаю, что нет, не можем, потому что это вызывает отторжение у этих наших братьев, когда вот так к этому вопросу подходят. А должны ли мы им помогать в меру наших возможностей? Да. Да, я считаю, что мы должны это делать, если у нас есть на это возможность. И они нам точно так же должны. И это, смотрите, не значит, что в дальнейшем это невозможно. То есть это же состояние людей решает, насколько это возможно или нет. Вот сейчас состояние людей такое, что нет, это нереально. Однако, если подойти к этому шаг за шагом, и может быть в дальнейшем люди придут к такому состоянию своих разумов, когда это станет возможным. Ага, я думаю, даже уверен, что мы сегодня должны быть эгоистами и думать только о себе. Ну, смотри, если так сказать, это грубо получается. Можно это сказать по-другому, чтобы никого не обидеть. Мы должны, приоритет для нас, это вот внутри нашего народа, внутри территории, либо народа, это наш приоритет. И он должен быть для каждого именно таким. Но при этом как бы не забывать, чем можем мы должны помогать, мы должны как-то там какие-то коллаборации вступать. В этом плане, да. Но основной упор, он должен быть, он должен делаться внутри своего народа, своего общества, своего государства. Субтитры создавал DimaTorzok